тебя огорчает современное состояние игровой индустрии тебе хочется супер игру а разработчики втирают какое-то консольное дерьмо подписывайся на ванамаса вместе мы заставим этих подонков выкатить что-то достойное нас уже более пяти тысяч и так короче здорово с вами ванамас мазов пока мы сегодня заценим это и горку юпта стран холь 3 маза пока на днях она вышла ёпта посмотрим короче вот тут я решил сделать видео на основе первой миссии потому что там есть короче свободная игра такая я туда зашел там был всего открыта две карты и каждая из них была тоже болюсенькой все смотрите здесь от маленькой карта такая на очень маленькая вот все уже кончилось и при этом при этом короче она это даже вот такая маленькая карта и тут горы и вот мир от этого гора и здесь нельзя ничего строить и там тоже самый маленький короче карта поэтому так подозревая потом можно будет открыть побольше для этого нужно проходить а мне в общем не очень игра понравился я проходить не буду поэтому толку от этого нет скажу сразу что я играл в стран холд какой-то предыдущий может быть это был 2 не помню какой короче это был примерно в районе 2003 года какой там был кто знает короче вот в него я играл и единственное что мне там нравилось потому что я же тогда марка в 3 играл который был мой любимый игрой и ценция дженералс по моему уже были тоже я в них в то время некоторое время поболел им но не очень долго правда потом прошло марка в 3 осталось как бы не у него годами потом играла ценция дженералс как-то плюнул и там единственное что нравилось что там танки такие охуенные были двухствольные кто помнит я не помню как они назывались короче их можно было сделать такие вот два ствола такие здоровые блять имба короче ну вот если я не ошибаюсь по-моему такая хуйня была она там ядерный взрыв еще будет тоже пиздата вот единственное что мне нравилось в этой игре то что был склад короче склад вот он тут тоже есть и там прям каждый камушек каждая досочка прям была отображена прикиньте так чё-то у меня тут смотрю херня какая-то прикиньте жрат вы нету тут я пропустил момент когда это база фака да ёпта чё купить не могу чё за хуйня чё-то не понял блять я ж блять мог купить да чё за я только что был я на перерыв уходил кое-что делал у меня все было пиздата с экономикой чё случилось блять и я бог в раньше покупать чуть богущая покупать я что-то вообще не понял так стоять о 1000 дерева уже тут цель миссии 1000 дерева и 25 камней создать 200 камней я с первым разом не смог потом короче дубую дает еще создал база фака вот и запустил заново хотя там чуть ли не час потратил и не смог очень сильно не успел 1000 дерева а вот сейчас вот нормально и вот я не понял почему чё за хуйня почему блять я же покупал эти ёбаные короче вот тут есть всякие продукты они еще кончились и мораль начинает падать и а вот можно было купить у меня золото есть все дела я не могу купить прикиньте блять я же бог купить чего пиздите лан короче яблони вот можно наделать чуваки выращивают очень сильно в этом отношении оно напоминает а вот в той предыдущей странхольдзе не помню так было нет там в основном пусты пустыни какие-то были короче о поперли они наконец-то вовите и они каждая хуйнюшечка она прям стоит правда полигонов очень мало вот тут они такие блять цилиндрический дохуй вот там вот корзинки с яблоками не знаю насколько видно ближе уже нельзя приблизить вот тут смотрим 10 штучек 9 вот если посчитать от 1 2 3 вот они очень быстро сейчас кончается то что эти сути жрать начали охуенский жрут просто вообще пиздец а эти опять тащат смотрите опять хуярит хуярит они тут же жрут и они тут же прободают каждая штучка но тогда в том году древним это это лучше было нарисовано потому что вот тут камешки тоже не очень и нельзя построить второй склад во всяком случае от на этой первой стадии чтобы то что здесь видите он весь заполнен тут нет свободного места вот эта серединка это на самом деле не свободное место и ты строил по моему еще один и на него накладывать и прям каждая досочка была прорисована прикиньте каждый камешек вот здесь вот тоже к ответят он досочки тащит но он сейчас положит и тут никак это нихуя ничего потому что это говно блин короче нельзя второй построить я усыпил от лесопилки их можно вот этот крестик ставишь и чтобы они не работали на них то не нужно будет рабочих рабочего тут вот приходит если все пизда то вот это бездельники короче они ничего не делают потому что я ща их всех выгнал с лесопилки думаю что они пойдут короче на каменоломни то что у меня 200 камня надо набрать я это все набрал короче как он называет дири древесину а теперь осталось говно ты чё не смотрите не выбирается осталось камни собрать что-то вообще 25 камня чёных не собирает говно они вот тут все насобирали смотрите они сколько их наделали камней вон блять дохуя понял я похоже понял тут нужно построить я вот это еще не делал это валов наверно привязь для валов ютка чё точно привезли для валов построил ответе вол такой короче сука пошел еще блять нагрузит дохуя ко мне не смотри сколько наделали блять дохуя это каждый камушек вот это виден и он ща начнет их хуярить смотрите о мой 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 у него видите загрузка идет мне всегда нравились такие реальные стратегии я и она поэтому любил и это более-менее мне нравилось я играл вот с предыдущей часть потому что всегда обожал такие чтобы ресурсы зарабатывать не очень любил от warcraft 3 в принципе я не очень люблю потому что там главные бои там экономика она такая блять чтобы только воинов настроить но там все равно нравилось по другим причинам а вот тут вот короче беда и она вот это именно такая экономика охуенская ответе тут челы работают и прям они короче вот все опускают прям рискет механизмы долбит их причем прикиньте их прям 33 штуки их прям реально три гражданина и вот тут у меня еще 23 все гражданина и каждый гражданин чем-то занят прикиньте то есть насколько это все прикольный вот этот чавол дебил и у меня от остался а тут все на время тут не так что это вот осталось 9 дней 5 часов а 9 один час чуть ли не одна секунда мазафак то есть на самом деле мало времени осталось надо вот еще валов построить так у меня лесопилки и вот видите даже время года меняется сейчас сбилилась ага на лесопилками работают я был не высады здесь еще пока что это первая стадия поэтому не все доступно все строительство вот это потом будет доступно но мне похрен честно говорят я чё хочу сказать текстурки такие не самое говно ну и плохие вот если приблизить земля тут не очень короче текстурка такая могли получше сделать в то же время не так уж и плохо сделано вот этот тип и яблоньки но не суперски но могли еще хуже делать и не сделали вот деревья тоже такие не самые плохие особенно с такого расстояния да и вот скалу ту жесть приблизить тут уже не самый плохой текстуре но нехорошие блин конечно но вот это косячно но все равно бывает и хуже в общем по графике она такая средненькая место чем не понравилось я от еще до этого посмотрел посмотрел как он называет еще одну привезли валов построю другие ролики скриншоты и меня там уже от блять опять амбар пуст сука и меня там уже короче заебало что вот это вот знаете чё сейчас скажу чё сейчас пытаемся амбар наполнить да не хочет он сука вот я когда в предыдущий раз играл он покупался на золото то написано 10 за 60 золота что что за хуйня ты еблоня и тут сырки есть но пока что здесь этого нету а вот тут они бы сырки так в одном месте мясцов другом короче все так это посмотрите вот ничего не понравилось от этого здания текстурка ебану тут ну вы видите да как это херня какая-то вроде она такая это из-за того что она не самая плохая могли бы хуже сделать это бы по-другому выглядел но могли бы и лучше сделать этот был бы лучший вариант к тут но согласись как-то это должно бы это должно быть дерево потому что деревянная блин это хуйня а выглядит как камень нет это меня бесило короче здесь есть всякие болезни вот тут вот учат я яблони вы это ли она пола на походу за нее короче они перри перестает производить вот смотрите видите нет ни яблони че ему стоит такой как балбес ниху я ничего не делаю так ща посмотрим сколько время осталось осталось 6 дней 17 часов он говорит вас недолюбливают здесь короче щас 57 камни всего лишь блять чё так мало где эти валы и буги бучи вот одного вала я засек вот он один волк а второго чё-то не палю где второй волк вот он второй волк ну ладно я ща буду хуярить вот это все бездельники потому что я ща закрыл ну ладно я тогда открою чтоб они бездельниками не были вот это пусть работает и смотрите опа и видите три чела сразу с топорами они короче сразу преобразились и пошли туда вот но она все равно получше выглядела и но очень сильно стало похоже потому что там тоже такие же прямо и фермы очень сильно похожи но единство штам дороги нам надо было делать это было очень обязательное условие без которого хуй чё сделаешь ёбаный пустой амбар блять здесь значит что то есть короче от видите рейтинг минус 25 это они уходят челы ты можешь его увеличивать к примеру нет налогов это будет плюс 5 ты можешь мам маленькие налоги тогда уменьшает но тебе деньги начинают капать вот есть короче жратва им не хватает это минус 30 сразу это нужно нужно кормить а кормить вот у меня сейчас кончились амбар пуст он говорит короче вот купить я не смог как я при вас колдает что-то это уже потом будет от потребление или христианство все дела но это стандартный ванно тоже самое фактически там церковь строишь у них начинает короче папа блять как это потребность в молитвах короче покрываться из-за этого они становятся там баронами и кем там блять дворянинами а без этого они не смогут стать ну переход на другой как бы уровень я не знаю здесь это такой есть мне не очень понравилось графон я поэтому играть не буду сейчас вышло уже даже игры в которые охота играть а еще еще в ноябре до хера всего выйдет и мне на это что-то не охота тратить не очень понравился было бы графон получше я бы еще может поиграл тем не менее даже полтора часа где-то проторчал пытаясь сначала и обучение на всякий случай прошел но оно было с одной стороны хорошим легко достаточно было пройти с другой стороны довольно таки быстром и ничего особенного сложного там там не было полное обучение там как бы такое оно было блять 121 камня медвести надо но такое было азы только самые ну достаточно этого с одной стороны а с другой стороны маловато надо еще нахуярить этих для валов что-то видите они камни сколько наделали валы даже не успевает разгрести им просто идти над далеко он видите до склада до склада на сколько топать вот короче чё еще хочу сказать но тут все до достаточно стандартный геймплей как бы дизайн не очень мне понравился то есть вот этот верхняя панель как-то не очень она расифицирована это классно поэтому и обучение легко прошел там все понятно все нормально было сделано без проблем не напряжено то что в некоторых играх иногда обучение напрягает когда непонятно чуть-чуть то здесь как-то без напряжен установлен из-за того что я потому что просто геймплей таких игр уже как бы знаю достаточно хорошо поэтому нет если легко было обучить обучиться есть какой-то медведь приходил он короче начинал убивать этих но ты можешь взять вот это твой рыцарь главный герой и можешь порубать его а вообще здесь можно понятное дело воинов короче строить так короче давно такого не происходило игра зависла и при этом пришлось перезагружать комп потому что как бы комп то сам работал но невозможно было вызвать там диспетчер задачи что такое то есть видно что там указатель брыгал знаете как бывает когда кадр вот этой игры заверший все покрывает поверх ну короче туда нельзя достучаться никаким образом поэтому пришлось перезагрузить обидно конечно но возможно это немножко говорит том числе и о качестве игры действительно тут пришлось загрузить туса хранку с которой я начал и видно что почему-то амбар вообще ахеренский быстро опустился то есть буквально за минуту там было 70 единичек но тут понятно что тля напала они перестали производить ну блин было 70 единичек и прям вообще ахеренский быстро все сожрали говнюки ну это хрен бы с ним на самом деле уже практически все рассказал понятное дело что кто скажет что там можно было не знаю как с избами будет будут ли они модифицироваться понятное дело что там можно будет строить замок какой-то там камень наверно надо будет но как я уже сказал мне не очень понравилась она по графону и поэтому не очень охота играть также не понравилось что первые миссии пчут на маленьких картах именно там свободной игре не открытой могли бы сразу дать большие как бы вот короче как я остановился тут вот есть у вас значит рыцарь этот долбанный главный им можно но этот придет медведь его можно завалить им легко а так потом наверно там воевать с кем-то можно для этого короче ты там строишь как обычно казармы и нанимаешь людей прикиньте вот у вас вот эти от места да скажем так ну это конечно как в варкрафте фактически то же самое когда у тебя сколько вот этих блин но сколько ты людей можешь держать и они делятся на рабочих и на воинов в основном воинов но и рабочих тоже надо здесь тоже самая ситуация но просто здесь гораздо тяжелее а тут изба она мало дает она дает 8 жителей только если рядом с этой основной херней а чем дальше тем меньше мир если дальше уже четыре тут четыре только селится если еще дальше то вообще там два чел только селится и поэтому не так просто будет наращивать численность оба но там гораздо проще там вообще мне нравится вот сама вот эта херня когда ты сначала деревянные дома строишь а потом они об гряди цена до дорога этих как гражданинов да потом до этих дворянинов вообще вот этот тем очень неплохая на самом деле вот короче на этом смотре я пожалуй закончу потому что я люблю говорить я не люблю особо большие обзоры там делать много лет сплеев на игры которые мне не понравились если вам не в че играть ну по самом деле в текущей ситуации это очень маловероятно потому что игр по на выходила столько что просто пипец всяких даже великих и имею ввиду не в последний месяц а вообще даже тут же starcraft 2 который сто лет ждали да он вышел уже больше года назад но сколько вы ждали это же пипец дальше рейдж вышел хоть он и плохим оказался но опять же очень долго ждали всякие deus x и блин короче дохрена игр по на выходила и еще я даже не знаю как ты во все это играть я не говорю что такие задротские игры как world of tanks и battle 3 вышла короче сейчас играть есть в чего и не стоит на всякие шляпы как бы время терять потому что здесь реально ничего крутого нету геймплея он как я говорю уже в 2003 году то же самое было и а ноут я играл тоже 2003 забыл какой там она был 1703 какой-то уже тогда то есть ничего нового здесь нету графона такого крутого нету то есть реально незачем просто играть и время тратить лучше тратить вам во всякие различные другие вещи которых как бы очень и очень много на самом деле действительно прямо отлично я прям разрываясь просто время не хватает а есть как бы много игр в которые бы я поиграл не то что много но сколько бы поиграл я даже мир в тест драйв он лимита 2 хочу поиграть но они на на мячах мир даже не установлен вот и время все равно сумму нет и в речь я бы немножко поиграл хоть и херовая но так еще немножко и еще там в нфс 2010 в который я мало играл то что опять же времени не было а так в принципе грая ничего так понравилось хотя сейчас уже за рам выходит но все равно как бы вот такие дела на этом закончу достаточно неплохой на самом деле обзор получился то что он не полный я уже 500 раз объяснил чем это объясняется вот короче до скорого пока вот тебе бутылочек завались и весь его и по этому бен закинули песенку на 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 на